Лебина, калийна и смородина для морсов. Калийна, смородина, когда не включили заморозкой, и он наморозил. Здесь у меня смородина заморожена, он прям наледенело все. Это вот из-за того, что нормально не включили, когда переносили. А это не смородина, это чемноплодка. Здесь вот не полный, надо добавить, поменьше, чтобы место меньше занимало. Калийна перетертая. Это для морсов. Я вообще первый ящик всегда делаю ягодный для морсов. Чтоб я знала, что мне не надо никуда лазить, у меня все такое для морсов в первом ящике. Потом дальше уже пошло. Это малина. Малина. А это с ее же, кстати, малина. Я ее, ее немного было, это с огорода. Вот здесь вот. Я ее собирала, никто не ест. Я ее раз соберу сколько? И в пакет на заморозку. И в морозилку кинула. Потом сформирую в одну кучку. Потому что ее немного сейчас есть малина. Она крупная. И никто не делал ее. Вот когда у меня там ягод зафигает, никто не ест. А здесь у меня с мороженой перетертое. Я, кстати, ее тоже очень люблю. Перестрешь, потом ее выстаешь и... А это у меня с мороженой. Малина пригодится всегда. Когда я ягодки держу, я иногда то в этот морз добавляю, то, когда вот кто-то приболеет, это хорошо пече делать с малиной. А это у меня замороженный сок калины. Доставала и в морз добавляла. Ну, я сейчас все равно буду до морзов доставать. Но постепенно это освободится. Все, первый ящик перебрала. Это перетертая малина, замороженная брикетом. Ну, можно отломить. Она, кстати, с этим сахаром заморожена. Для приготовления мороженого. Вот сейчас она заморожена. Убирать ее как бы нежелательно. А здесь, кстати, надо уже достать. Это у меня сделана намазка. Здесь у меня блинчики. В этом как-то дочь у меня готовила. Она очень любит делать блинчики замороженные с творогом. Всегда мне говорит, мама готовит с творогом блинчики. Потому что это очень вкусно. Достать, разморозить, покушать. Вот остались где-то немножко. Вот мы их сейчас достанем, сидим. Они дождались своего часа. Это неправильно замороженные грибы. Положили неправильно, они замерзли. Это у нас масло зеленое. Кстати, тоже можно сейчас уже доставать. На хлебушек намазывать. Тоже одну оставлю. На хлебушек намазывать. Я грибы всегда делаю заморозку жареные. Почему? Потому что очень вкусно. В буквальном смысле достают грибы. Они уже замороженные, но жарят. Смальцы жарят. Почему смальцы? Очень удобно. Во-первых, они более целыми остаются. Они вкуснее. Не раскисают, как вода. Да? Когда просто их заморозишь. Смальцы все-таки жир. Вот тоже творог замороженный. Это не съели мы творожок. Я его раз сюда. И потом размораживаю и делаю цельники. Зелень. Лук замороженный. Вообще классный способ в бутылку замораживать лук. Когда открываешь, даже на ней понюхали. Классный. Один из лучших способов замораживания лука. Вот я считаю, вот такой самый лучший. Она прям реально как свежий. Вот то, что мы вот неправильно включили в морозилку. У нас лёд образовался. Они очень хороши. Так вот с грибами. Достаёшь их. Буквально ставишь. Ну, на часа два они растают. И на сковородочку. Они уже поджаристые. Со смальцем. И туда картошечку. Вот как будто принесли с этого с леса. Пожарили. Вот точно такой же вкус. Абсолютно. И так нравится мне. Уже не надо добавлять туда ни масла, ни жир. Там уже всё есть. Так вкусно, так вкусно. Вот она малина тоже замороженная. Землямейка. Абрикос. Знаешь, когда размораживать, он такой вкусный. Я люблю замораживать абрикос. Сливу. Сливу в этом году не замораживала. Посушила. А это у меня с прошлого года, кстати. Здесь вишня. Вот черешня. Без косточек. Компотики. Что-то так покушать. Сейчас реально такое осенье. Битаминки надо достаёшь. Просто в емкость такую положишь. Буквально пару часов она оттает. И вот как настоящая. Да ещё, собственно, прокол. Аж слюнки потекли. У меня клубника перетёрта. Я заморожила брикетами. Видишь? А её я вот так делаю. Почему? Всё не размораживать. Потому что её всё не разморозишь. А что делаешь? Просто ножом отрезаешь себе любую часть. Ну, кусочек отрезал. Разморозила и всё. Прям с этим. С пакетом отрезаешь. Смородина. Очень, кстати, вкусная эта дикая смородина. Прям мягкая эта. Смородина с мёдом перетёртая. А, это крыжовник перетёртая. Виктория перетёртая. У меня, кстати, ещё в морозилке ягоды. Там у меня рябина, клюква. Кстати, много очень рябины там. У меня перетёртая смородина. Ну, сейчас особо личное место надо сюда перенести. А это земляника тоже заготавливала. Для себя. Отдельно она готовила. Она как сказала. Лук я от вас не съеду. А если я от вас съеду, то у меня будет заморозка. Землянику она всегда замораживает. Вот её. Она любит делать утренний завтрак. Вот она любит запекаться. Ой, это очень бардак. Потому что я тут просто скидывала всё в однуку. И замораживала по-быстрому. Вот у меня замороженный в пакетах клубника. Тут, знаете, я вообще бегом-бегом просто. Это клюква. С прошлого года, кстати. В этом году у нас клюквы очень много. У меня два ящика. Клюква стоит не замороженная, а свежая. Я её держу до ноября месяца. После ноября буду уже замораживать её. Я думаю, что это надо вот, наверное, разморозить. И разложить нормальный пакет. Замороженная тыква. При том, что у нас полно свежая тыква. С прошлого года тыква осталась. Она, кстати, у нас это весеннее. Весной она лежала. Уже чувствую, что всё, нет, всё уже есть. Мы объединились что-то. Чтоб не пропало, я её начистила, заморозила. Думаю, там выпекать. Вот сейчас, кстати, положу. И, скорее всего, в ближайшее время я с ней сделаю какую-нибудь запеканочку вкусную. Я летом-то мыла и всё разбирала. Потому что... А потом пошли вот эти потоки ягод всего. И ты не успеваешь. Надо заморозить, положить, 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 положить. Всё, не успеваешь. И уже не успеваешь там замывать. Там надо будет порядок. Грусники и клюквы вместе замороженные. Это с прошлого года. Тоже миленькие. Тогда было мало очень. А в этом году очень много. У меня и перетёртые с мёдом. Какой только её... Ой, клюквы, говорю, грусники. Мочёные. Свежие замороженные. Очень много. Но год на год не приходит. Это второй год скушать, чтобы свеженько кушать. Дело в том, что в том году вообще мало ягод было. Очень мало. Мы почти что не заготавливали ягоды. И я всегда стараюсь побольше заготовить, если есть возможность где их хранить. То есть что-то делается с мёдом, перетирается, что-то замораживается. Для того, чтобы... Кто знает, какой следующий год будет. Может, не будет ягод опять. Да, вот в этом году очень много ягод. А в следующем не будет. А мы не можем без ягод. Мы постоянно делаем то морсы, то размораживаем, просто свежую кушаем, то ещё. Это обязательно, потому что это вкусно, полезно и это необходимо нашему организму. Итого, три ящика с ягодами. Здесь у меня творог замороженный. Это творог. Творожная масса замороженная. Это у меня для ватрушек, там ещё что-то. Здесь тоже творожная масса. А здесь везде сыр перетёртый. Специально для пиццы туда-сюда, чтобы посыпать. Очень вкусно, кстати, замороженный такой сыр. Но у меня домашний свой сыр. Очень удобно. Раз, посыпал. Он так подтаял хорошо. Любые вот... Где-то нужно сделать крышечку сырную. Перекрученные опята. Очень вкусно с ними готовить перепечи. Пирожки. Их достаёшь прям начиночку. Они вот слегка растают. Они как будто свежие. Вот прям вот свежие-свежие. Лучку чуть-чуть туда поджаристого положить. И вот пирожки перепечить. Всего два пакетика осталось. Ну, что это на два раза. Ну, нынче не было опять. Вообще, эта морозилка была предназначена для заморозки именно ягод, зелени. Ну, и вполне в случае молочных продуктов. Оно так и есть. В разным случаем грибы. Грибы, потому что запаха не дают. Поэтому грибы тоже хорошо. Овощи какие-то замораживать. Вот, допустим, перец. Вообще не вказь замораживать. Вообще в морозилке. Он обязательно даёт этот запах неприятный. Поэтому, когда его замораживаешь, лучше упаковать несколько пакетов. Чтоб меньше запаха распространял. Кабачки абсолютно без разницы. Я вот сейчас сюда кабачки перенесу. У меня ещё одна морозилка. Она в погребе стоит. Там у нас мясо. И замороженные там у нас кабачки и ягоды. Там морозилка полная. Просто битком навитая. Потому что мы только что купили мясо. Там у нас фарш наготовлен. Шашлык наготовлен. Гуляш. Косточки и так далее. Все разложено по частям. Мы сразу же, когда покупаем мясо, мы его формируем по нужным, необходимым деталям. Гуляш нарезаешь уже готовый. Чтоб только достал и не использовал. Фарш готовим. Сразу же готовим шашлык. Чтобы достать мясо на шашлык, если хочется. Косточки отдельно раскладываем. Вот, допустим, для супа. Также с курятиной мы делаем. Тоже делим на разные запчасти. Там у нас куриная грудка отдельно. Голень отдельно. Бедушки отдельно. Туловище отдельно для супа. Вот сейчас у нас еще есть бролеры и петушки. Мы их будем, наверное, в ноябре убирать. И вот надо тоже место там освободить. У меня две морозилки, которые меня выручают. Я хотела, конечно, еще одну купить морозилку. Но хотела купить морозилку для рыбы. Но для рыбы много не нужно. Как бы небольшая нужна морозилка. Я хочу купить половину той морозилки, которая у меня есть внизу. На 90 литров она. На 100 литров где-то примерно. Рыбу мы очень любим. И специально вот ездить на базу, покупать рыбу по чуть-чуть, по чуть-чуть неудобно. А так приехал, купил сразу там селедки. Мы потому что много берем. Если мы берем сразу килограмм 5-10. Потом скумбрии также берем. Мы очень любим селедку скумбрию. Берем еще дополнительно другие рыбы. Там горбушу, еще что-то. И все не влазит. И рыбу лучше вообще отдельно морозить. От мяса, от всего. Рыба такой специфичный продукт. Если с мясом еще можно, допустим, грибы какие-то, овощи какие-то замораживать, то рыбу вообще желательно просто нет. Конечно же, заморозка это выручает всегда. Даже не имея огорода, заморозить те же самые покупные какие-то там овощи, мясо или еще что-то, мне кажется, это очень помогает в хозяйстве. Кто-то говорит, зачем вам столько всего, там, замораживаете продуктов, консервируете еще что-то. Вроде бы сейчас все доступно. Нет. Вот мы сможем тоже так иногда сядем, обсуждаем такие вещи. Я говорю, зачем нам лишний раз вот люди отдыхают летом, мы с тобой пашем на огороде для того, чтобы вырастить кучу овощей, заготовить их и так далее. А потом сядем, так обсуждаем, он мне говорит, ну хорошо, давай не будем мы вот это все выращивать, а будем ходить в магазин и покупать. Начнем, проще говоря, с тех же самых овощей и фруктов. Вот заходим мы в овощной магазин и фрукты. Беру я ту же самую картошку, морковку, лук, да, как вот известно, капусту. Естественно, я не получу тот эффект вкусных щей. Почему? Во-первых, капуста в основном продается сейчас позднее. Нормальные вкусные капусты средних сортов сейчас не найдешь в магазине, потому что они не хранятся. Сейчас вся специфика поставлена на том, чтобы продукт должен долго храниться, без порчи, то есть не должно быть потерь. Для этого используются гибриды, для этого используются химикаты, для этого используются сорта, которые долго храняются. Все это, скорее всего, поздние сорта. То же самое с картофелем, то же самое с морковью. Все обязательно должно быть поздним, гибридным и долго хранящимся, для того, чтобы не было потерь. Возьми чеснок, чеснок весь китайский, нормального чеснока в магазине не купишь. Как его выращивают, нам всем известно, даже объяснять не надо. Возьмем фрукты те же самые. Какие яблоки не возьмешь, но дерево деревом есть невозможно. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ничего. Свои яблочки, вот я Антоновку свою закладываю, я просто не могу наесться. И она вкусная, она обалденная вкусная. Вот у меня стоят еще яблоки, я буду сок делать. Я достану свой яблочный сок, он настоящий, он сделан из натуральных яблок, которые ничем не обрабатывались, потому что они дикие яблоки из диких садов. И буду пить нормальный здоровый продукт, который содержит всю пользу и никакой химии. А там мы берем сплошную химию, потому что любые сады обрабатываются химией, чтобы она не портилась. Идем мы дальше, допустим, да, приходим в мясной отдел, берем мясо. Где это мясо было изготовлено, как изготовлено, неизвестно. Поэтому мы в последнее время всегда закупаем мясо участников того, с которым мы знакомы и которые знаем, как выращивать своих животных. Ну и, соответственно, понимая, что те же самые курятину, допустим, у нас есть возможность. Я, конечно, все понимаю, что не у всех есть возможность. Само собой, это без вопросов. Тут, естественно, подход особый. У нас есть возможность выращивать свою курятину. Мы выращиваем свою курятину, потому что я знаю, что я ее кормлю нормальным продуктом. Вот сейчас вот у меня осень, с огорода все везу. Все отходы, которые плохие туда, ну, я имею в виду, мелкие. Они у меня, вот у меня сейчас кастрюля сварена мелко картошкой. Я им каждые два дня варю картошку. Сейчас я им отдам, они ее как не было съедят. Крупненькие, они нарастают, у них мяско, у них нарастает жирок, они вкусненькие. У меня будет своя птица. Те же самые овощи. Вот сейчас витаминов вообще в организме не хватает. Вот у меня тыква выросла. Вот у меня сейчас тут лежит два мешка тыквы. Они небольшие, среднего размера есть. Ну, хорошенькие. Есть даже, как Юля говорит, больше головы. Ну, такие хорошие кареты, да. Разный размер, потому что я старалась выбирать такие небольшие, чтобы были тыковки. Потому что все-таки большая тыква, тяжеловато ее переработать. Поэтому старалась, чтобы были средних размеров, ну, небольших. Прекрасный витамин. Прекрасный продукт. Тыква. Кабачки. У нас он их полно. Мы будем их всю зиму есть, эти кабачки. И еще плюс делаем кабачковые икры. Своя прекрасная капуста, вкусная. Огурчики. Ну, с огурцами понятно, там помидорчики, это все понятно. Лук. Вот жалко, муж вчера, только-только-только вчера спустил, я бы вам показала. У нас в этом году с луком была проблема. Во-первых, потому что погода была очень неустойчива. Сначала была жара стояла, не хватало влаги, а потом резко пошли дожди. И у нас с луком прямо вот мы его убирали в дождь. И мы так боялись, что у нас будет гнить лук. Ну, он реально гниет. Ну, как гниет? Нет-нет, да вытащишь луковицу плохую. Мы, конечно, все это хорошенечко сушили по возможности на солнышке, потом около печки и так далее. Сейчас вот, может, заложил лук. Такой хороший лук. Я вот проверяла буквально перед закладкой, да, несколько штук вытащила. Не то, что совсем сгнили, а уже чувствуется, что они возьмутся. Мы, естественно, это все в процессе проверяем. У нас сетка красного лука и три сетки обычного репчатого лука, белого. Мы даже думать не будем, что что-то где-то покупать неизвестно в выращенном. Вот, продается он на базе лук. Его привозят еще в мае месяце. Я спрашиваю, где это китайский лук. Китайцы выращивают. Своя прекрасная картошка. Замечательно вкусная, рассыпчатая. Знаем, что мы никакой дряни то не вкладывали, ничем не поливали, ничем не опрызгали. Даже от колорада один раз обрызгали, и то старались не химию использовать тяжелую, а хорошим такими средствами. Все. Знаешь, у нас здоровая картошка. Я буду здоровой есть продукт. Моему организму не навредит та пища, которую я ем. Естественно, я ради этого готов, как говорится, пожертвовать теми условиями, зато ты сохраняешь свое здоровье. Действительно, в нашей семье, слава богу, нет такого. Если я достану свою карту медицинскую, вы удивитесь. Она вот такая. Мне записи нет. Мужу вообще. Только корочка. И плюс вот даже ягоды, вот я вам показываю, да, ягоды замораживали. Там столько микроэлементов, там столько витаминов. Кушайте детям своим, давайте здоровье. Все у вас будет. Все у вас будет. Поэтому, ради этого, конечно же, мы делаем большое количество заготовок, большое количество всего вот этого. Потому что хочется здесь кушать здоровую пищу. И плюс нам доставляет удовольствие заниматься сельским хозяйством. То есть выращивание своей продукции. Очень нравится нам. Мы получаем вот это удовольствие. Это само собой, у кого нет возможности выращивать, у кого нет дачи, у кого нет, им приходится покупать магазин. Но есть альтернатива. Прийти на любой рынок, на любой рынок, где есть специальные места. Сельские жители привозят свою продукцию и продают. И вы можете также купить все, что вам нужно. Картошку, морковку, лучок, капусту. Нормального, выращенного на земле, полноценно. Потому что частник не использует такого количества химикатов. Придает-то, потому что у него храниться не будет. А там используют химикаты, чтобы это долго, год, два, три лежало и не портилось. Хотите, я вам тыкву покажу, который третий год пошел? Третий год купленная в магазине тыква. Такого вот, Юля, ты говоришь, она вечная. Это нормально? Это не нормально. У нас, когда не было возможности самим выращивать. У нас тоже недавно появился огород. У нас не было возможности выращивать курочек. У нас не было возможности получать молочко. Мы покупали у частников. Мы всегда ездили к частнику. Мы договаривались с частниками и покупали на зиму себе картошку, морковку, лучок, капусту. Покупали у участников все овощи какие-то еще выращиваются. Чесночок брали. Мясо старались у участника покупать, потому что понимаем, как это выращено и вообще что это такое. Курочку свою вырастить пытались. Молочные продукты брали только у частников. Вот сейчас у нас частник, не знаю, может быть что-то случилось, но перестали навозить. Ну, сейчас мы в другом месте покупаем козье молоко. И вы знаете, мне так нравится. Я не покупаю молочные продукты почти что в магазине. Очень редко, кстати. Очень редко. Бывает такой случай. Прям вот надо вот... Нету и надо молочка или хочется творога. А вот нету и приходится купить. А так, конечно, стараемся все свое. Сыр тоже свой. Масло. Вот масло сейчас нет возможности. Потому что у нас сейчас молочко не возят, а раньше я свое масло делала. Теперь вот приходится, конечно же, масло покупать. Но и то я стараюсь искать такой продукт, который натуральный. Частника тоже хорошего надо найти, но это есть возможность. Вы знаете, надо присматриваться. Один раз возьмите, второй раз возьмите. Попробуйте, оцените, посмотрите. Есть люди, которые достойны уважения. Они нормально производят продукцию не ради того, чтобы нажиться, а просто они любят этим заниматься. И продают лишние, как говорится, продукции, которые у них остаются. И нормальные абсолютно люди. Не надо там думать, что все такие, знаете, сумолчи. Конечно, всякие бывают. Не надо на большие рынки ходить. Я всегда говорю, не ходите на большие рынки. Там коммерция. Идите туда, где маленький рынок, где частные продают маленький рынок. Ну, естественно, конечно, нужно к этому очень много усилий. Я всегда говорю и мужу говорю, чтобы жить по принципу здорового питания, по принципу здорового образа жизни, это тяжелый труд. Это, честно говоря, тяжелейший труд. Это не только тяжелейший труд физически. Это морально тяжелейший труд. Просто морально тяжелейший труд, потому что ты должен контролировать все процессы. Мы стараемся. Конечно, у меня тоже иногда бывают расслабончики. Я иногда себе позволяю расслабиться. Я даже сама себе ругаю. И меня дети ругают. Стирка эко-продуктами. Стираю в хозяйственном моле. Посуду в хозяйственном моле. Жидкое стекло использую также. Многие задают, вы же это. И жидкое стекло у меня используется. В доме химии нет. По сути, очень мало химии. Она в небольшом количестве такая, знаете, для особых случаев необходимости. Сода, мыло, все прекрасно справляется со всеми хозяйственными нуждами. Проще сказать, все зависит от нас. Хотим мы вести здоровый образ жизни или не хотим, все от нас влияет. Прият.